Слава тебе, Господи, слава тебе. Кого-то потянуло на место побоища. Ну да. Ну и что вы там нашли? Все прекрасно. Что вы нашли? Все прекрасно уже. Вы знаете, как переводится СССР? Сумасшедшее сборище сатанинских рабов. Батя, а ты где жил? В Советском Союзе жил. В то время по тюрьмам приходилось идти, за слово Божие. Сто миллионов почти погубили людоеды. Свой народ уничтожали. Это Гитлер не делал. Правильно. Батя, ты за Путина, нет? Так вы сейчас выйдите, чтобы вас видно было. Я же не разговариваю с буквами. Батя, а ты за Путина, нет? Да выйдите, поговорим. Выйдите, чтобы вас видно было. Только без руганий. Выйдите. Я же на вас не имею ничего. Ну да, при виде такого дебила, как я, надо креститься всегда. Чем вы занимаетесь? Возвещаем радостную весть, что Христос за нас умер и воскрес. И поэтому пришли в это место, где одна грязь да мразь. Мужики валяются полуголые. И все лежат, и пьют, и едят неприкрыто. Это самое грязное место во всем интернете. Пришли сюда, чтобы рассказать им о великом нашем Господе Иисусе Христе, который грядет судить мир. Чтобы люди не оказались в аду с сатаною, а наследовали жизнь вечную в райских обителях. Они вас, блядь, не будут слушать. Они всегда переключают, блядь. Только ни одного слова плохого не говорите. Ругательного. Ну, хорошо. У вас, может, какие вопросы какие есть, вы можете задать. О спасении души, о вечности, о смысле жизни. Да нет. Вам все понятно, да? У вас знаний достаточно для того, чтобы сказать, что в этой книге написано. Посмотрите. Библия? Да. Вот она. Вообще, я, типа, не то, чтобы сказал бы не верю в Бога, но у меня есть определенные, типа, пробелы есть в Библии, когда это видно, то, что это же писал, типа, не Бог, а люди это все писали. Это же все видно. То есть, он, типа, создал нас грешными, Бог, чтобы судить нас за наши же грехи. Это странно. Понятно. Знаете, вот сколько слов сказали, все неправда. Во-первых, книга написана, Библия, 40 авторов. Писали, написано, святые божие человеки, движимые духом святым. А теперь все люди, люди совершенно было безгрешные. А теперь рождаются с семенем Адама. По образу и подобию. В беззаконии за счет я, в грехе родила меня, мать моя. Это не как-то, это закон Божий. Подобность создается подобным. Правда? Хорошо. Если... Ви безмерной, как Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Здравствуйте. Говорите. Я просто побалдать. Задавайте тему. Мы возвещаем людям истину, что Господь Христос умер за наши грехи и придет снова судить этот мир. А люди здесь собрались для греха, прелюбодея, блуд, безделья, обжорства, наркомания. Все собралось в одно место. Ну, допустим, я с этим согласен. А что сделать-то для того, чтобы... А вот что сделать, это уже мы сможем. Это мы можем сказать. Господь наш Христос говорит, что нездоровый... Нет, 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 ничего, Господь. А что вы конкретно хотите сделать, чтобы люди были хорошими? Я и говорю то, что... Говорят, 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 говорят. Никто ничего не делает. Нет, это неправильно. Ты неправильно говоришь. Единый Аллах есть и все. Иисус Акбар. Аллаху Акбар. Иисус Акбар. Аллах. Аллах. А вы ничего не знаете, Аллах. Вот считай, что написано. Теперь считай, что здесь написано. И все. Дальше читать не можете. Почему не учитесь-то? Свою книгу не знаете. Это не... Никак мы не можем. Мы все знаем. А вы только знаете одно слово. Слово одно знаете. Аллаха дальше ничего нет. Это нехорошо. Вот у меня Библия. Вот Библия. Библия. И я ее должен знать. С нас бросил Господь. Да, это правильно. Вот смотри, дядя. Я тебе сейчас вопрос задам. То, что у Библии есть, то, что... А, то, что у Библии есть, у Корана такие нету. Понимаешь? Вот то, что у Корана написано, это на самом деле правильно. Я тебе отвечал. Откуда вам знать? 600 лет христианства было, и вдруг появляется человек, который никакого отношения не имеет к христианству, а все неправильно. Я знаю один. Чего тут зря говорить-то? Вот смотри, ты не веришь, иди не Аллах. Я верно, не веру Богу. Ему имя Иегова, Ахва, Ягва. Ну, сами подумайте. 6 дней, что значит? А это 6 столетий прошло, и в это время появляется человек, муж торговки, и начинает решать, а то неправильно. Ну, кто ж так делает-то? За это умерли, миллион людей уже умерло, за учение Христа. Христос отвечает, живой, а это неправильно. Что там одна жена? 4 даю жены. Ну, что это? Не, вот смотри, батя, вот смотри, ты не веришь, Аллах единый, и все. Ты это не веришь. Ему имя другое. Пускай Аллах будет, но он один Бог. Троица, святая лица, три лица. Один Бог. И Бога не надо по-человечески строить. А как откровение было. Вчера был праздник большой, вы знаете? Вчера праздник был. Да. Какой? Ну. Ну, Благовещение Господа нашего Иисуса Христа. Бог ответил, Дева Мария у вас называется Марьям. Она защитила от Духа Святого. И родился Иисус, вы его называете Иса. Ну да. Ну да. У вас спасителя нету. У вас есть дружба такая, вместе на войну пойти. Вы дружные люди, хорошие. Но у вас спасителя нету. Нет. У нас спаситель единый Аллах. И все. Он и не называется даже спасителем. Скажите, у вас Отец Небесный кто? Аллах. Да вы нигде не называете. В книге-то нет этого. Не нас. Нет у этого, что он Отец Небесный. Вы его назвать не можете. У книга это Али написано. Али. Там же много это разное имя есть. Нет у Отец Небесного. В их Нему у нас написано Отче наш, сущий на небесах. Да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущен дай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лук. лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. У нас молитва к Отцу Небесному, а у Вас ее нету. Есть, есть. Просто, Батя, просто я чуть-чуть русский плохо знаю, потому что я тебе не могу объяснить, а то у меня много, что-то есть с тобой поговорить. Серьезно. Запомните одно, Христос умер и воскрес для нашего оправдания. А вы, а он не умер. Как это не умер, когда он умер? И он распятый при народе был. Это в Римской империи записано. Нельзя же так вот. Я пришел, сказал, вы же знаете, что ваш пророк, по вам пророк, Мухаммад, он умер в 632 году. Шесть столетий прошло. Мухаммад, Мухаммад, салаллогу алейхи и восслалам, называется это. Мухаммад, салаллогу алейхи и восслалам. Это единый айумбар написано, который прямо к Аллаху разговаривает. Ты понимаешь, дядя? Я знаю, разговаривает. Надо ответ получать, не просто разговаривать-то. У вас обреченность. И спасителя нету. Нигде-то я в доме мулы ночую. В доме мулы. И беседуем к Римлянам 623. Они возмездие за грех смерть, они говорят, дай у нас так же. Я говорю, спасение, спасение, и все остановилось. А у нас Христос, я прошу его, он умер. Иисус Акбар, Иисус Акбар. Иисус Акбар нету такого. Да нету, он великий, и так и написано, великий Бог. А Иисус Акбар означает великий Иисус. Вот смотри, кто говорит Иисус Бог? Ты мне объясни, пожалуйста. Ты этого веришь? Он сам говорит. Евангелие от Иоанна. То, что у Библии написано, Иисус Бог, это неправильно. Неправильно. Это вы корректоры, пришли через 600 лет и неправильно. А вот сейчас человек придет, 600 лет прошло, и скажет, Коран весь неправильный, от сатаны. Вы что, будете соглашаться? Нет, 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 нет. Такие люди находятся везде. Наш, наш спаситель, Аллах. Скажите, скажите, Мухаммад воевал с мещом в руках? Конечно. Сколько битв он совершил? Вы не знаете, все, глаза закатил. Нет. Слушай внимательно, не знаешь, а не знаешь, спроси. Мудрый знает, да спросит, а глупец не знает и не спросит. Он совершил 72 сражения, и только два были оборонительные, остальное караваны грабили. Что вы трясетесь? Правду боитесь? Нет, нет. А не знаешь, а не знаешь, спроси. Мы только, мы только единого Аллаха боимся, и все, больше никому не боимся. Мы, мы боимся всего. боишься милиционера на дороге. Я не боюсь никого. Жены боишься. Вот смотри, зачем, зачем у милиционера бояться? Он тоже человек. А человек, а он, судьи боятся, чтобы не посадил, прокурора боятся. А другой, ты валяешься, валяешься здесь, а жена увидит тебя здесь, скажет. Ты смотри, батя, ты смотри, ты боишься мусоров? Не боюсь, потому что я ничего не делаю, то, что люди делают. Я у них там веду занятия в милиции, они меня все знают. За мной приезжает полковник сюда, и везут, чтобы я сказал им о Боге. Все отделы милиции мне здесь подчиняются, городской и краевой УВД, все воинские части, пять институтов веду занятия, три радиопрограммы вел. Я о Боге говорю. Ладно, батя, дай Иисус тебе здоровья тогда. Да, дай Господь вам обратиться, и чтобы по Слову Божию жить. Аллилуйя. До свидания. И вообще, ты здоровил, что ли, батяня? Только не ругаться, чтобы я... Борода у тебя такая добрая. Ни одного слова плохого, чтобы не говорили. Без ругания сможете беседовать? Конечно. Ну и давайте, говорим. Я вообще, я вас только уважаю за вашу бороду. А у вас такая же борода бы могла быть, если бы вы ее не трогали. Я вот сейчас начал отращивать. Вот, не будь подкаблучником. Пусти до бороду, вот. Вот, вот, не будь подкаблучником, чтобы тебя жена боялась и любила. У тебя борода, знак власти на... Хорошо хоть, дедушка, батянька, я хорошо хоть на тебя попал вообще. Час назад эту рулетку поставил, тють ума не сошел. Да. Хоть на доброго человека с бородой попал. Только не материться, скажи ему, чтобы мне одного слова плохого не сказал, товарищ ваш. Он нет, он не скажет, он нормальный. Мы пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. А здесь Содом и Гаморра. Мужик на мужике женится, женщина... зачем, батянь, зачем о Боге? О Боге мы каждый, Бог в нас. Зачем нам рассказывать об этом? А вот написано, да не отходит книга сия от уст твоих. Но поучайся мне день и ночь. Так что не учи по-противному. Это что за... Это ветхий или новый завет? Библия это вместе, но ветхий и новый. Тут же написано, Библия. Нет, но у нас есть Тора, насколько вы знаете. Ну, а Тора это ветхий завет. Это ветхий считается завет. Да. Новый завет я читал пять раз. Ну, хорошо. Скажите, что написано в первой главе Евангелия Тиана? Я настолько не... Ну, настолько не знаю, честно скажу. Настолько не знаю. Пять раз прочитали, вы могли... По главам не скажу, но прочитал, для себя сделал выводы. Так какие? Не верю я в нее. Вот. А раз не веришь, у тебя в голове все ушло. Ты же выбил это. Ну, а вы объясните, а при чем здесь Бог и книга? А потому что он сказал, слово мое, изреченное писание. Ни одна буква йота не исчезнет. Небо и земля исчезнут, но ни одна буква. Вот при чем. Написано, писали святые божьи. Вы же, судя по всему, умный человек. Вы же понимаете, что книги пишут люди. И насколько они могут исказить смысл? Как могут исказить? Вы не знаете, о чем говорите. Первое послание Петра. Первое послание Петра, третья глава, 21 стих написано. Писали святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. О чем ты толкуешь, мужик? Очень интересно. Вот, честное слово, поговорил бы с вами единственный адекватный человек, который попался. Тут мне тип сказал, смотри, говорит, как я драчу. Начинает наяривать. Я вот седой стал. Да. Ужас просто. С вами приятно пообщаться, но я пошел в труде преисполняться. Скажем так. Это все, как начинаешь... Надо работать. Как начинаешь говорить, куда-то торопятся, а потом посмотришь, он тут и сидит. Это не вы один. И все, пьют и едят. И лукавят. Я пошел. Да куда тебе идти-то? Ой, так хватает вообще дебилов. Я себе хоть развлечение нашел. Чатор рулетка, это вообще прикольная штука. Так, вы можете... Ладно, Батянь, давай, не болей, здоровья тебе. Во славу Божию. Всего тебе хорошего. Спасибо, Христос. Ну. Господи, все ради человека, который, Господи, восстал против тебя. Возвести им радостную вещь, что ты умер за наши грехи, Христос, Спаситель наш. И близко время пришествия твоего. Вот этот Содом и Гоморра, что здесь, он сгорит. И люди, если не покаются в этом пребыводеянии, разврате, пьянстве, они будут гореть вечно в огне с дьяволом. И не сгорать. Где плащ искрежет зубов. Дивные дела. Так, что хотели сказать? Поближе к микрофону. Я говорю, ты-то покаялся? Да, я покаялся. Я из храма пришел только. А как ты каялся? А как сказал Господи? Я верю, что ты умер за меня, Христос. И мои грехи понес на себе. Прости меня, я не прав. Помилуй наследие Твое. И Господь говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. И кто будет веровать и креститься, спасен будет. Я верую и крестился. И мы не прикасаемся ко греху, что люди делают. И возвещаем великую радостную вещь, что Иисус ждет людей с покаянием. Для этого есть церковь православная. Иисус ждет. Иисус ждет людей. Иисус готов. Но. Продолжение следует...